Донбасс и Каспер Две нереально, хотел сказать, крутых команды Но они еще не успели показать, насколько они крутые У них еще все впереди, наверное И давайте, наверное, пройдемся, возможно, сразу по игрочкам У нас CIS rejects, горец, артес, флайванскор И написано еще айсберг дота Ну, видимо, айсберг Да-да-да, айсберг Так вот, ну и хеллрейзерс Годдэм, Шачло Вот Мммм и Мияу Я даже знать не хочу, кто Я знаю только одного Это КНП Ты знаешь, что такое КНП? Конечно Все знают, что такое КНП? Это керри нового поколения Это просто керри нового поколения Он же Дред Прям со свадьбы К нам сюда решил ворваться Знаешь, он вчера очень неплохо играл Несмотря на то, что вчера был для него, наверное, очень тяжелый день После вставания Наверное, как раз встал и сразу начал играть Но, в принципе, дела у него обстояли очень-очень круто вчера Как это будет сегодня, что он покажет нам сегодня Опять же, загадка, мне кажется Опять же, это же новое поколение Поэтому тут ожидать надо все что угодно Чего-то невероятно нового Да-да-да Ну, ладно Стадия драфта Я вообще буду молчать Потому что герои вообще просто те же Ни одного нового героя Ни в пиках, ни в банах Вот Сайленсер это один из тех, кто иногда появляется Иногда уходит отсюда В зависимости от того, играют наши ребята или не наши Потому что за бугром Сайленсера вообще не уважают А вот у нас там Ким Эмпайр шороху с ним наводили Виртуз Про с ним тоже любили играть И, соответственно, вот это Отзвуки прошлого дают о себе знать определенно Да, в принципе, Сайленсер вчера у нас залетал от команды HR И, понятное дело, ребята победили Я не помню, как он отыгрывал В роли саппорта он тогда отыгрывал И вроде бы... А, я вспомнил Сайленс просто глобал идет И греки тогда вообще ничего Просто терялись на карте Рассыпались Кто куда, кто мог выжить Тот вообще, не знаю, он отцом оставался После этого Ну, не знаю, с видением Гвардиан Грифс Как-то Сайленсер, мне кажется, совсем теперь поплава А не герой Ну, блин Тем более, если это суппорт То есть он нажимает только один глобал У него там ни рефрешеров Ничего такого нет И вот он просто нажал глобал Враги нажали Гвардиан Грифс И все Как бы драка продолжается Все очень просто Ну, не знаю Может быть, это мне так кажется со стороны Легко и просто Но по факту Я вспоминаю все матчи, где Был даже Керри Сайленсер И даже против Керри Сайленсера Нереально запаковано Ну, просто находились способы нормально воевать Может, просто не хотят Заморачиваться Вот это что-то где-то кучковаться Нажимать тапки Вот это кликать лишний раз Ну да Да, думает, ладно Сейчас райдкликом задавим У нас тут Фантом Лансер появляется Вот прошлая дуэль у нас Фантом Лансер там отсутствовал Его постоянно одна из команд Параноидально банила Ну вот сейчас Поиграют на нем Керри нового поколения Покажет что-то новое, наверное, нам Не знаю Больше Сайленсера Или Фантом Лансер без иллюзий, например То есть, ты понимаешь Да, все будут бояться Что, блин, он сейчас уйдет там В Доппельгангер Он там начнет кидать копья А у него просто статы Просто качаешь статы И Фантом Раш Мне кажется, это идеальный план Ну, ладно Не будем, я думаю, мы тут Над Рэдом сильно изгаляться Посмотрим все-таки, как он сыграет В первую очередь Там уже будем шутки шутить Или уже не будем Тоже такое Да, причем тут самое примечательное То, что и Артес, и Горец Если мне не изменяет память Это ведь бывшие игроки Hellraiser Да, именно так оно и есть То есть сейчас это будет мстя Еще какая, по-моему Принципиальная схватка Принципиальная Я думаю, Артес сейчас Должен взять Урсу Купить на ней Блинк Не покупать БКБ И развалить просто Чтобы доказать, что в тот раз он был прав Так, Эмбер Спирит залетает у нас Для ребят с команды Цис Реджект Еще один Спирит появляется Ну, вот На роль Майн Керри, понятное дело Он будет, как я понимаю, да? В Стармейске отправится У нас в Миддл Против Квапы Ну, еще остается, что Саппорт для ребят с команды Цис Реджект Ну, и для Ашеров тоже остается Саппорт Получается Ну, получается так Кстати, пока не видно Стандартных Суппортов Хотел сказать Там Дазли Всяких Куда-то Дазли действительно Ушел на второй план Сегодня у нас его ни в пиках Ни в банах не было Сегодня вот Дизраптор У нас повышенным спросом пользуется Да, и в принципе Виверна Ну, Виверна просто никуда не уходит Ну, Виверна, да Она всегда есть Стандартный Пик Виверна, она Очень крута Один из тех Суппортов На котором даже Если ты где-то В папчике катаешь То Можно переворачивать Игры Так, ну Надеемся Что-то интересное Все-таки нам покажут Возможно Какой-то путь Вроде саппорта Как это делали Когда-то Команда Скори Фейзес Ну СК тоже СК Нормальный Кстати говоря Давно не видели Ну Тоже Так Время от времени Он то появляется То исчезает Ну Опять же СК Наверное Будет сидеть На слесах То есть Особо На летних Не появляться Какой-то Через быстрый Блинг Играть Как это Опять же Было Очень-очень Давно Ну И потом Как-то Пользоваться Тем самым Блинком Быстрым Делать Какие-то Фраги Так, ну Я Шара Еще минута Десять Ребят Есть В принципе Подумать Чтобы еще Добрать Такую Подлину Так, ну А что Подлину Подлину Действительно Не помешало Потому что У нас Была уже Ситуация Буквально Несколько дней Назад У меня На стриме Когда была Взята Лина Суппорт И Под нее Никого Не было И Она Просто Ходила Махала Руками Иногда Давала Стан Изредка Даже Попадала Спирит Брейкер Еще Говорят Есть Спирит Брейкер Ну Как Вариант Но Его В основном В оффлейн Стараются Ставить Хотя И Суппорт Из нее Тоже Более Менее Внятный Но Тут Просто Ловить Тяжело Эмбер Уходит Шторм Уходит Сент Кинг Уходит Клокверк Уходит Одноверно Остается Ну Это Такое Тайт Хантер Ну Там Надо Шестой Левел Дождать Теперь Точно Никто Не Уйдет Травагу Жмакаешь И все Ну Вот Шадов Шаман Появляется В принципе Круто Опять же Шеклз Которые Обладают Большой Рейнджой Ну Смотрится Очень Круто Но Как Оно Будет На Самом Деле Будет Очень Наверное Сложно Для Шаров Травагу А А Возь Пропрет Давайте Возьмем Контроля Немножечко Так Ну Ладно Игра у нас Начинается Потихоньку Еще тут Один момент Буквально Нужен И я буду Весь Ваш Дорогие Зрители Так Там Кудлайки Смотрю Шенатый Кири Нового Поколения Это Муж Нового Поколения Теперь Получается Ну Ладно Все Я тут Завязал Со своими делами Который Вступил Новую Жизнь Да 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 Корабль В Открытое Море Так Давай Пройдемся По Игрокам Кто На ком У нас Будет Играть Команда CIS Rejects Горец Играет У нас На Клакверке Айсберг Шторм Спирит Always On A Fly Sand King Артес На Эмбер Спирите И Ванскор Играет На Winter Viver То есть Тут Ребята Даже Ролями Особо Не Менялись Все На Своих Привычных Позициях Действуют Ну и Команда Hellraisers Мяу У нас Будет Квапа Мммм Shadow Шаман Goddamn На Линию Шачло Darkseer И Керри Нового Поколения Он же Dread На Phantom Lancer И Сразу Ж Идет Пауза По Таймингу Я так Смотрю Все Как Надо Так Ну и По Линиям В принципе Вроде Как Все Стандартно У нас Должно Происходить Да Darkseer Поправляется У нас Warfleet Будет ставить Против Тут Типлы Команды Cis Reject Что же Касается Я бы сказал Что против Даже Даблы Я бы тебе Немного Поправил Потому что Там Sandking А ну Да Точно Точно Хотя У него Сапог Смотри То есть Он будет Быстро Прибегать Если что Перебегать Спану К спану Ну скорее Сего Так он И будет Делать Не Ну Тапок Я думаю Возможно Пригодится Для более Дальних Забегов Но Будут ли Они В принципе Это нам Предстоит Выяснить А вообще Да Вообще У нас Пока Все Более Менее Стандартно Тут уж Не поспоришь Квопа Будет стоять В миде Против Шторм Спирита Ничего Удивительного Вот Дарксир Дарксир Против Виверны Кто там У нас Еще Эмбер Спирит И потенциальный Сент Кинг Ну Против Двоих По факту По сути Не могу Убивать Только Когда у них Появится Более-менее Внятные Левела Они Смогут Его Гонять А На первых Парах ДС Сможет Получать Нормальный По идее Икс Пусть Здесь Потому что У Винтер Виверны Арктик Берн Там Кулдаун Почти Минута Этого Дарксиру Достаточно Чтобы Просто Подбегать И Хотя бы Чай Экспириенс На Все Тут Го Пишут Можно Начинать Прафарет Ты не снял Или Рамочку Рамочку Нет Конечно Конечно Я не буду Убирать Рамочку У нас Рамка Кастинг Я Специально Так Делаю Чтоб Люди Просто Начинали Гореть Поднимается Интерес К трансляции На самом деле Я рахит Но Это Такое Да ладно Ничего Такого Интересного Нету Еще Поэтому Нормально Вовремя Все таки Я уже Привык Что у нас Обычно Режиссер Сидит Ты такой Сидишь Булки Расслабил Иногда Вообще Даже Курсором Водить Не приходится Настолько Обленимся Скоро Что Вообще Мрак Так Ну что же В центре Айсберг Пока что Видимо Напрягает Его Не Подпускает Крипам Гоняет Годем Подключается Также Афонин Раз за разом Когда как Ну и В таком Наверное Русле Будет происходить Игрового Айсберга Постоянно Я думаю Ну как то Эксперрианс Получает Но до крипов Дело не доходит Видимо Это же очень Тяжело Как то не поставится Ему Не ну Пока он еще Может Учитывая то что День на дворе Например Видно эту лину Издалека И Можно хоть как то Контролировать ее Перемещение Но вот ночью Выскочит из-за угла Из смока какого то Может быть совсем Неприятно Вот кстати Флай Мы говорили про то что Тапок ему возможно Пригодится Пока он пришел Один раз так Приобнял Немного шачло Показал что он тут есть И убегает Насколько я понимаю Сейчас пойдет Фармить Походу Ну Как фармить Тоже Интерес Есть уже Барустрайк у него Ну да Да То есть Надо бы Второй левел Поднять Но скорее всего Куда-то в мид Он сейчас будет Отправляться Кстати в миде Тут людей убивают Айсберга Айсберга убили Но годдем Также погибает И вот как раз Отличная возможность Для флая Просто На получать здесь Немножко экспы Квапу даун тут конечно не убьет Она еще и под Регеном Тангусика Ну второй левел Получает Отлично Теперь может Отправляться Те же леса Где уже Немножко постакал себе Ну и уже там Показывать Своё мастерство Сидения в песках Ну это Очень скилловое занятие Между прочим Ты приходишь Ты приходишь Понимаете ли Занимаешь позицию Нажимаешь кнопку И сидишь Минуту сидишь Две сидишь Три сидишь Так ладно У нас тут в миде Очередное нападение Нападают на айсберга Айсберг мансит Просто как бог Мансит Но отсюда уже Не до манси И его убивают Второй раз Погибает У нас Да Штармсфири второй раз Погибает Но в первый раз Он еще там Фраг заработал Ну то есть Лина после него погибла Да Он хотя бы денег получил Экспы нет И сейчас Вообще ничего не получает В итоге Квапа например Уже уровень 5 А айсберг Бежит пешком Во первых То есть пока он Добежит до линии Там Квапа уже будет На половину левел 6 А он сам третьего уровня И в этом есть Небольшая проблема Там даже Лина Кажется левелом Наверное будет Такая как он Ну она на уровне От него отстает Такс И Лина только что Спалилась на Апсервере То есть знаю Куда примерно Убежал год дем Ну а что Попытка опять В спину Как-то заходить Получается Ну это не знаю Это как-то Совсем наивно выглядит Когда ты вот так Средь бела дня Просто идешь Во-первых Понятно что ты Не просто так Сюда пошел Возможно какой-то Хочешь Не знаю Вард поставить Так год дем Попадает станом Ну даже если Год дем сейчас И погибнет Но нет Айсберга здесь Не забрать Пытается еще Мьяо здесь Повоевать И слушай Ну заколет все-таки Там есть яд Можно было попытаться Заденайить А возможно Денайить и не придется Да Выживает у нас Ну во время Сальву отпил Поэтому остался жить Что у нас тут Шачло Стаки воруют Какой он коварный Один раз погиб на линии Поэтому решается Перейти Как видим Леса Приходит сюда Флай Флай А флай все Что случилось Где мои стаки Но я же Ходил Отводил По таймингу И все Вор шачло Просто жулик Не на самом деле Очень классный момент Потому что Дарксир Так Качественно Отбирает деньги То есть Ты не только себе Зарабатываешь деньги Ты еще отбираешь их У противника Поэтому разница В итоге получается Очень неплохая О кстати Спрятался Сладкий Вовремя успел он Заметить Лину Теперь Лина Сладкая Сюда иди Нет маны На бару страйк А он ее так сейчас Дотыкать Ой-ой-ой-ой Афонид же приходит Минус один делает Курьера видит Но в итоге Не погнался Ни одним Не за другим Так Ну 3-3 У нас счет матча Сверху Как дела у Дреда Забыли мы вообще О нем Наверное Ну а то он и керри Нового поколения Что он скрытный Меня легко забыть Да Да Тяжело забыть Невозможно там Потерять Я не помню Как там уже Эта фраза звучит Ванилькины Вот эти цитаты Так Ну и у горца Как тут дела обстоят У горца Дела обстоят Достаточно кисло Причем его тут Поймали В сеточку Копье Пошло в спину И умирает горец Вот так вот Легкий фраг Даже манго Не потратил Еще фантом лансер Ну сейчас наверное Все таки Отопьет с этим Манго Вообще мана нет у него Ну да Манго то в принципе Здесь пригодится Сейчас Хотя пока на линии Никого нет Можно просто ХПшечку ставить Регенить И не особо Заморачиваться Все равно Ману он восстанавливает Моментально Так что Можно юзать В самый последний момент Так Годем Годем вообще у нас Какой то Супер роумер Постоянно находится Где то в чужом лесу Что то разведывает Ставит какие то ворды Вот руну Только что отобрал Так что в принципе Лина Такая пока Вездесущая И что Готовится еще один Выход в мид Да Сейчас Будут пытаться Забирать айсберга И Афонин Пока не подает Виду Пока просто стоит Аккуратненько Так ласт хитит Мол я такая Бедная несчастная Квапа Хотя Вроде непонятно Что происходит Ребята просто Отходят Есть мук Есть мук Который можно Провязать Хотя сейчас ребята Хотят все таки Отводы сделать После чего Возможно куда то Пойдут Шачлу Переходит у нас Лиса Видимо шел с линии Здорово Настакали Видим Очень классно Все забирает Ну и в итоге Миказм будет С такими темпами Очень очень быстро Это значит Что все таки Пойдут драться Команда Ашар Ну драться бы им В принципе Не помешало Вот Фантом Лансер Тоже весьма Специфический керри Если ты помнишь Агрессиво Был такой Замечательный Игрок За CDC Кажется он катал Так вот Тот Фантом Лансер На седьмой минуте Уже бегал Там с мегакилами Просто ходил Кидал копья Бегал со своей Там командой Постоянно Точно так же Принимал участие В пушах творов И как только Начиналась драка Все Этого Фантом Лансера Было им Не остановить Так Ну вроде в центр Планируют Ребята выходить Не получилось Нужно Шадо Шамана Первым выпускать Хотя станом Лина Попадает И даже без Застилил Митрим Все правильно Все правильно Это на ворды Это не застилил Это сэкономило время Понимаешь Смотри Они бы долго били Он под вышкой Типа Вышка бьет Короче Отмазаться можно В принципе Если сильно захотеть Да Ну и вышка Пушится уже Крепчиками Правда Клопа ушла За Рункой И возможно Вот по пути Взяв рунку Она сейчас захочет Пойти убить Какого-нибудь горца Потому что тут Вард стоит Горца видят И горца Скорее всего Будут принимать Сэкопа еще есть Да В принципе Можно задуть И Без проблем Все таки справляется Так Ну и тавр Можно уже забирать Да Заскли фортификацию Дредд уже накидывают Вместе со своими тиммейтами Ну и минус Т1 Да И действительно Минус Здание Причем У Квапы Как мы видим Топовый Нетворс Почти 5000 Стоимость героя Далее идет 4200 Дредд И далее 3400 У Артеса На Эмбер Спирите Ну знаешь Эмбер Он вроде бы как И контраф Фантом Лансеру А вроде бы как И нет Все зависит от того Кто кого избивает Потому что Если Фантом Лансер Вдруг В один прекрасный момент Находит Эмбер Спирита И допустим Эмбер Спирита залетает Ну хоть что-то Любой Дизейбл Стан Что угодно И ПЛ просто вгрызается Эмбер За счет того Что у него очень плохие статы Он очень быстро разваливается Но с другой стороны Если Эмбер фистами бьет ПЛов Там Хоть их там триллион пусть будет Ну как бы Все умирает Все Все очень просто Для Эмбера Так что Тут тоже зависит от того Кто на кого будет Более правильно нападать Кто кого будет избивать Так На Айсберга В мид Ну пока Нечем ловить Шторма У Шторма уже естественно Ульт есть Хотя очень долго Свой шестой левел Получал Шторм Ну и Дредд Купил тебе Яшу Первым айтемом То есть Не в Диффуза Сейчас пошел Хотя Диффуза Опять же Неплохо бы Залетали бы сюда Опять же Лишать маны Таких героев С Яшей Ты просто Быстрее бегаешь Быстрее бьешь Чуть больше демеджа То есть Можно фармить Чуть лучше Чуть быстрее Диффуза Возможно Прямо сейчас Не слишком горят Ребятам С Хелл Рейзерс И возможно Вот этот запас Там в Пять минут времени Можно выделить Для того Чтобы фармить Просто чуть более Качественно Ну то есть Одна из причин Почему Пошел этот Яша Потому что Пока Кроме этого Я тоже не особо Знаю зачем нужно Тут особо эффектов Каких-то сбрасывальных Нет для того Чтобы быстро Монта ставил Себе собирать Скорее просто Для подфарма После Яши Возможно Как раз И пойдут Там Тревла Диффуза Еще что-нибудь Так Квапа Отправляется У нас леса Да Порошастал Весь лес Тут флай сладкий Флай сейчас Быстренько погибнет В принципе Даггер у него Совсем немножко Не хватило Кстати говоря Там шторм Правда Напал на лину Под вышкой Квапа Очень интересный Был телепорт От нее Кстати Далеко запрыгивает Квапа Айсберга Подсейвила Виверна Хороший был Колден Брейс И в итоге Квин оф Пейн Погибает Даже Киринового Поколения Не смог помочь Тут Шадоу Шаман Приходит С Форкидом Ой как больно Залетает С этой молнией Но никто не погиб Вот только тот Сент Кинг Который умер Изначально Еще до Звеса Так Три героя На лоу хп Но тем не менее Живые Норм А вот Квапа нет Так там Так Ну и отправляется Артес у нас вниз 1540 Как уже имеет Барабаны Наверное Да Собирает Себе Быстрее всего Дальше Наверное В Б Отправится Ну стандартный Да Скорее всего Будет Тут Айтем Билл Не знаю Возможно Артес Конечно Чем-то Удивит Например Мотостайлом Потому что Тут есть Типа Квапа С Орхидом Которая Опасная Которая Если прыгнет На Эмбера И засолит Его Ну может быть Неприятно Но Все зависит От того Насколько Он ее боится То есть Если он считает Ее угроза Номер один То без Мотостайла Тут совсем Делать нечего Если не считает То Как бы Велком Баттлфьюри Стандартный Этем билд Делай что хочешь Так И Тучи сгущаются Над нижним Тирадин тауером Тут и Шадоу Шаман У Шадоу Шамана Правда еще Ульты нет Но Видимо решили И без нее Пойти немного Попушировать Ну опять же Миказм имеется Можно себя Неплохо Почувствовать Флай приходит Уже с блинком Ну и Посмотрим Как он будет Реализовывать Этот самый блинк Такая засада Вообще Лютая Да-да-да Еще Подходит Сюда у нас Интервивер Начинает Накидывать Шачлу Шачлан Отходит Немножко Назад И Что же Отогнали Ашаров Да Кажется Просто Прогнать Удалось Вайсмер Тут хастой Был Но Все же Не догонял Никаким Образом Так Ну Адрат Пока Фармит Время Просто Так Не тратить Так Ну а что У него там Дальше Дальше У него Владмир Появляется Я смотрю Тоже Достаточно Интересное Решение Кроме Него В принципе Он вроде Не особо Ребятам И нужен Но Владмир Сам по себе Очень хороший Вот Как артефакт И НС Его там Постоянно Рекламируют Чуть ли не на всех Возможных героях Ну просто потому Что он Если у тебя Владмир есть У противника Нет Этого артефакта То ты Намного Сильнее В тимфайте Тем более Что Грядут Там Всевозможные Дефюжилы Блейды Так У нас Шторм Спирит Прочуял То что В мид Сместились Холл Рейзерс И Пока что Отступает Ненадолго Угу Уводит На себя Крипчиков И забирает Что-то Изи Отбились И внизу Отбились И в миде Отбились Без Каких-либо Проблем Ну Быстрее Все Сейчас Понимаю Что Надо Шестово Левел Все-таки Добрать На Шадоу Шамане И потом Как-то Со змейками Все-таки Залететь Убить Хотя бы Т-1 Какой-то Или В центре Или Снизу Ну Возможно Такой план И лелеет Сейчас Команда Холл Рейзерс Возможно Как раз Они ждут Шестово Левел На Шадоу Шамане Просто Если Он сейчас Где-то Пойдет Его Получать Совсем Внаглую То За ним Прилетит Шторм Моментально Вот Сейчас Например Прилетели Залиной Тоже С ней Спокойно Разобрались Даже Шторм Не Понадобился Но Вот Это Как бы Один Из Шторм Шторм Спирит На самом деле Шторм Его Тут Стоит Больше Опасаться Потому Что Если Этого Пацана Быстро Зафорсить Зафидить То Он Сможет И квапу В принципе Неплохо Убивать В дальнейшем Ну Андред Вырвался На первое Место Уже По фарму Да Ну И вот Тоже По поводу Владмир Владмир Просто Тебе Дает Возможность Фармить Вообще Не Отходя От Только Если Тебя Несколько Героев Месить Начинают Ну И Мана Соответственно Имеет Неплохой Реген Что Для Пэйла Тоже Достаточно Важный Аспект Ну Полторы Тысячи Есть У Дреда Что Дальше Опять же Будет Дальше Возможно И Дефюжил Блейд Не знаю Возможно Травела Захочется Собрать Травела Тоже Как Вариант Да Я Наверное Только Пока Эти бы Два варианта Рассматривал Все Что Дальше Это Уже Зависит На Усмотрение Керри Нового Поколения Да Ну Суппорты Вот Просто Смотри Шадоу Шаман Стоит Только Только Шестой Получил Лина Тоже Вот Просто Стала Там Что-то Эншит Отводить Будет Но Это Вроде Бо И Понятно Но Где Твой Экспириенс Лина Шестнадцатая Минута Закончилась А ты Только 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 Ну вот Годем Еще Сейчас Умрет Что-то Не повезло По-моему Да Немного Есть И вот Начало Было Очень Крутое У Hellraiser Они Буквально Там На Девятой Минуте Вели Уже Пять Тысяч Голды И Сейчас На Семнадцатой Они Ведут Пять Тысяч Голды Это Уже Ненормально Тот же Он Догнал Кстати Фантом Лансера Так же Как И Квапу Шторм Пока Еще Далековато От Этих Ребят Но Шторму Там Один Нормальный Замес Провести Попрыгать Пару Фрагов Застилить И Ты Ты На Коне Так Ну Что Ж Т1 С ним Забираются Наверное Быстрее Всего Вряд Ли Будет Деф Хотя Пошел Шачло Есть У него Стенка Есть На Стяжка Горцы Спанули Пошел У нас Винтер Керс По Шачло Ну И Там Ребята Откуют Но Опять же Есть Сент Кинг Который Стоит Который На Это Все Смотрит Опять Информации Нет У СК Хотя Нет Знаю 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 Что Находится Там Сент Кинг Хотя Смотри Флай Залетает Как Он Влетает Мека Конечно Помогает Но Годем Все равно Умер Квапа Также Погибает И Это Минус Два Но Виверна Пока Еще Живет Будут Догонять Еще Здесь Флай Но Флай Есть Блинк Айсберг Приходит Начинает Нарезать У нас 2-2 Получается Размен Честно Мне показалось Немного Как-то Дешево Только Что Погиб Шторм Он Просто Забежал Прям Шадоу Шамана А вдруг Повезет Это Какая-то Кнопка Мне Повезет Есть На Баше В этот Раз Видимо Не Сработало Хотя Что Должно Было Сработать Шадоу Шаман Хекс Кого Своего Мог бы Дать Но Нет Такой Опции В Доте Новый Апдейт Покажет Реворн Я На самом деле Просто Столкнулся С той Фишкой Что Все Сейчас Ну Пытаются Использовать Все эти Баги Особенно В рейтинговых Играх Просто Чтобы Бустить Себе Грубо говоря Аккаунты Курьеры Неуязвимые Прочая Дрянь Эх Дотка Дотка Когда уже будет нормальный апдейт Я вспоминаю времена Вот эти с ностальгии Когда были Массивные апдейты Более часто Когда допустим Ну Причем Массивные Это не значило Что прям вот Всех героев поменяли Типа Одних отодвинули Вторых Пододвинули Поближе Были ведь апдейты В свое время Когда там Например Просто Там Десять героев Поменяли Из ста Там Чуть-чуть Буквально Фиксанули Мол Бафнули Малость И Типа Давайте Идите Воюйте На этих пацанах На топе Там нападение Идет На Кого На Кейн оф Пейн На На фоне Ну Дредд прилетает Есть уже Дефуза у Дредда Начинает У нас Фокусить горца Горец Оставает Коги И Отталкивается У нас Фантом Лансер Настоящий Но Проложения Дальше Нету Нету Просто Чем Цеплять Очень далеко Ребята Находятся Цепанули У нас Дарксера Дарксера Должны Разбить Иззайцами Казм Стяжка Под стенку Отлично Шашла Ну и дальше Проложения Где Нету Нету Есть Хекс Вроде бы По айсбергу Но Его Замечательно Кто нибудь Продукру потеряли Дарксер вырывается Ставит стенку И Просто все смотрят На это все Происходящее Так там В идеале Под эту стенку Должна быть Либо Квапа Либо Лина Квапа была Мертвая А Лина Была далеко И Именно так и произошло Да Дарксер стянул А все смотрят Никто ничего не может Больше сделать Кроме Квапа и Лины Под эту стяжку Ну а вот Когда ответка начинается Там просто появляется Сэн Кинг Со своим там Буроу-страйком На всю карту И Как бы Намекает Что он тут больше прав И Еще И Квапа не Добивает все-таки Сэн Кинга Сэн Кинг отсюда уходит Блин Как же все Неожиданно хорошо Становится Вот Сисру и Джекс Посмотри на графики Они моментально Уводят Их в ноль По деньгам Ну по экспеди Они уже даже впереди И вот он У шторма Уже появляется Орхид А Квапа Ну сверх Орхида Там почти денег По сути не имеет Да Шторм догоняет Квапу Он от нее на 2000 Отставал Так Шторм там у нас На лину нападает Ловит Сайленс И ловит Еще пару подач Причем он Возможно даже умрет От Орхида Пять хитов осталось Это пау делает Не достает Как Не достает Криком Как же это досадно Говорит сейчас Queen of Pain Там Кстати говоря Курьер Курьер Находится А в курьере Лежит у нас Battle Fury Ну да Бфчик Это конечно Немного неприятно Но Пока Еще не та стадия Когда бы это Что-то решило Хотя Формит он Чуть медленнее Безусловно Безусловно Так Тут квапа На квапу напали Нет Попрыгивает Это пау сразу же Горе сделает И Хигсом Хигсом А в итоге Минус у нас Клак вверх И дальше Никто не поставляется Так Ну и Денайдс Еще и вышка У нас сейчас Видео Дредд просто Все этого Ломает Тяжи свои Да Да Вообще Без разбора Просто Еще в замесе Против него Виномансер играл Понимаешь Ты дерешься Иллюзиями Дынаешь Своих союзников Иллюзиями Иллюзиями Да Да Ты просто Все это Расконтралив Ты делаешь Рэмпидж На пацанах На врагах И добиваешь Четверых своих А потом В самый последний момент Еще иллюзии Дынаешь себя Это была бы Вершина просто Так Тут фай Кстати запрыгнул Прям на голову Трем пацанам И Успел уйти Как бы это странно Не было Он успел Отсюда свалить Влин куда это Тембер вообще улетел Что там спирит Принимает нас В чужом лесу На слину Отправляется дальше Там Кого-то находить А все находятся У нас на ботами Все находятся на ботами Ванскор Отспанули Ванскор Винтеркверс Узает нас На фунинджет Ну и опять Прыгивает На сфлай Как же внутри Всего своим жалом Минус два Есть уже Также погибает У нас в интервейер На все таки Отправляются Наверное Артес Очень пытается Как-то уйти Очень больно Уходит на реманс Ну его там ловят Его просто принимают Пытался кстати Флай подсейвить Не получилось В итоге Шачло кстати Отсюда уйдет А вот уйдет ли отсюда Керри нового поколения Он тоже отсюда уходит Флай За ним В погоню Через секунду Будет блинг Замансил И Будет ли подкоп Нет Нету подкопа Очень близко Ну а Шторма тут просто не было И в итоге Просели сейчас По фрагам Немножечко цис Ну конечно Сенткинг Пока доставляет Огромные проблемы Во время замеса Каждый врыв Заканчивается Там не знаю Если не двумя минусами То Двумя очень Битыми пацанами Которые потом Достаточно быстро погибают Так Ну а айсберг Дальше будет Собрать себе Блодстоун Как я понимаю Да 2-3 стены На руках Что имеется Потихонечку Копят Сразу же Чтобы купить Тот же Солтбустер Быстрее всего Так Ну и БФ Наконец-то Появляется У Артеса Сейчас начнется Разрезание Просто-напросто Как крипов Так и героев Наверное Хотя Дэн уже Опять же Много не имеется Опять же Будет пытаться Фармить и фармить Но это все дело Да Вот Все тем же вопросом Пока я еще задаюсь Будет ли Артес играть Через Допустим Манта Стайл Для того Чтобы Сайленса Сбрасывать Ну в случае чего Или все-таки Это будет Дэмэдж 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 Пока Вроде бы Непонятно Там в куре Ничего нет Нет Ничего нет Тут какой-то Смоук был Острелились Ребята Такие Так Что делаем Куда идем Ну Может Вверх Или Ну там Спалился только что В смоке Керри нового поколения Ну что же Тут Флай заходит Чужие леса И Флайа Сейчас найдут Или Флай Наряд кого-то Флайа находят А где Орхид Ну лол Ну вот Только-только Появляется Орхид В итоге Флай скорее всего Здесь убьют И то Не факт На самом деле Ну в итоге Пришлось Тратить Соник Вейв Айсберга Правда Упытаются Застрелить Лина Айсберг Уворачивается От ульта Лины Просто Задоджил Дэмэдж Ну с минимальными Потерями Все-таки Уходит у нас С Раджект С Чужого леса Хотя опять же Зачем Мы не отправлялись Туда вдвоем Что-то Тебя тоже Не понимают Ну Штурм Пытается найти Какую-нибудь Или там не знаю Шадоу Шамана Вот что-то такое Что можно Забрать на халявку Но Это просекли Просто уже Хелл Рейзерс Поэтому так дешево По одному Они уже не перемещаются Так-так-так-так Мансит-мансит-мансит Шадоу Шаман Но немного Не домансил Кажется Хотя нет Нормально все Мека его подхилили Горец Коги будут Нет Кога пока нет Пошел Винтерский Орс Киринового поколения Страдает Стяжка И вот он Станлины под стяжку Вот так это должно Работать в идеале В идеале конечно Что пятеро там оказалось Но это совсем в идеале Ну что ж Неплохая драка В итоге Две тысячи Зарабатывает Хелл Рейзерс На ней Денег И три тысячи Икспы На этом всем У них получается Очень качественный Стан был От год демо Ну и вот Да графики Опять возвращаются В пользу Хелл Рейзерс Направление у них становится Надолго ли Хватит сейчас Ашеров Чтобы не Фидануть Где-то Еще разочек Как они Это уже делали Вот пл в итоге Собрал себе Все-таки Монтастайл Практически Сразу Травелов мы Видим Нет Ну 1500 на руках Сейчас посмотрим Что дальше Будет купать В принципе Может и травола Купить А может Пойти В Скади Как все любят Да Собираться в плотность Ну Скади Это хорошая штука Скади Это определенно Ок От Скади Там уже не уйдешь Просто Мне тут Опять Опять У меня тут Звонят Так Отправляется По смаку У нас Команда Цис Реджект Чужой лес Пытается Кого-то там Найти В итоге Никого не нахуй Видят в центре Игроков Точнее Мигают Именно туда А хотя Там вар стоит Там вар стоит Прекрасно Ребята видят Где находятся Ихни оппоненты Но главное Сейчас просто прыгнуть И кого-то цепануть Ну Да-да-да Тут есть Конкретная Информация О местоположении Противника Мы должны Знать Что Никакой халявы Конкретно В лесу Они скорее всего Не найдут И да На Рошана Пошел вперед Стяжка Стеночка стоит Винтершкер связается У нас на Дарксера Ну и влетает У нас Хорошо Крусит Опять же У нас Флай Флай опять Хорошо залетел Все хорошо залетели Квапа Правда ворует Все-таки Аэгис Но Драки Здесь по идее Должны побеждать Сейчас Рейденты Хотя еще не конец За ворды Стреляют Ну Артес Артес дорежет Здесь всех Продаловит Сейчас он Орхит Но я вот не особо Наверное Должно смучать Просто бить Ручками 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 Соковриал И Надо пытаться Как-то Да Регениться Регениться Доджик дэмэдж С яда Квапа за ним Квапа видит Сейчас Артеса Артес должен Сейчас покупать ТП Но у него Кулдаун на телепорте И Квапа Уходит дэмэдж В Флэйм Гуард Но больше делать нечего Почему? Где ремнанты все? Один заряд вроде был 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 Да И пауза от Шторм Спирита В итоге Ну опять же здорово Подрались на Рошане В принципе Всех убили Выбили Аэгис Но правда Сами отдались Хотя там один Только Шторм Спирит Выживал То есть Есть плюсы Есть минусы Конечно же Для команды С Реджект После этой драки Вот как Как нужно зарабатывать Популярность в Твиттере Нужно просто Не выключать рамку На стриме И понеслась И сразу Да Рамка 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 Да Выключи Рамку Пам-пам-пам Рамка Рамка Блин Надо посчитать Сколько тут таких твитов Там уже даже мемчик Придумали Про Сенкинга И Дарксира На тему стаков Весьма неплохой Вижу 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 Так А что Есть причина Вообще Паузы Нет Пока нет Просто Просто Пауза Ладно Так А что-то Графики Видимо Не обновились Еще Я так смотрю В пользу Ашара Все у нас Как-то летит И Нет последней драки Типа да Последней драки Пока еще нет Но Я думаю Что по итогам Последней драки Они-то и не должны Особо проиграть Потому что Эмбера все-таки Убили Квапа там Аегис забрала То есть Квапе только Аегис в итоге Сбили Так что Денег она не потеряла Ну вот Все равно видно Даже по личному Нетворсу Что по-прежнему На первом месте Пл Дальше Квапа Потом конечно Эмбера со Штормом Не так сильно отстали Вообще По деньгам Все очень-очень ровно Вот Просто посмотрите Влево на Нетворсы Там разница В полторы Две тысячи Между Мейнкерри Это не так много Потому что Обычно на хороший слот Нужно там От пяти до шести тысяч Галды Так что Две тысячи Это ну там Половина или треть Этого самого слота А Вы должны понимать Что половина слота Ничего не делает В итоге Может Чуть-чуть статов Добавляет Вот между Суппортами Тысяча Это там Может быть Урна Может быть Уже там Почти Форстав Или там Форстав Например Вот например Как у Лины У Лины уже готов Еул У Клокверка Ну у Клокверка Блэдмейл Так что Они по Одному Такому Кор артефакту Своему собрали Так Квапа Покупает себе БКБ 1800 уже на руках Имеет После покупки Ну и Айсберг Влетает у нас На Шачло Флай Тут тоже Ну его просто Влопнул А тут у нас Дискорб уже Имеется Санкинга Ну Санкинг Изначально Был очень агрессивный Да И он походу Просек Что у него Получается нормально Врываться А что может быть Лучше чем Дискорд Тем более Что там У Виверны Хороший магический Прокаст Ну там Шторм Может где-то Попрыгать Понырять Помог Своему Шторму Улететь А вот улетит Лисам Да 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 Там еще Ванскор Опустился Наконец С небес на землю Но Не хочет Пока никуда Выходить В уголок Зажался Ждет Когда у него Пройдет кулдаун На телепорте А там Два кулдауна Тю Ну Флай пошел дальше У нас по линии Да Копает крипов Пытается забрать Как-то все это дело Подключается Да У нас Дред Ну Топал Прожимает И Конечно же Уходит Так Да У Пейла Там Смотрю Трвала Готовы Тыщенка Сверху Ну Все Теперь Должны Уже Ити Топ Тир Артефакты Стартовый Запак Готов Этот Фермерский Теперь Уже Должны Пойти Наверное Скади Не знаю Что еще Тараска Баттерфляй Ну В общем Все На Усмотрение Самого Дреда Конечно же Ну и Артес 3600 Наркак Уже Имеет В принципе Недалеко Наверное Уже Будет Кристалис Копаться Или Ага Что 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 Ага Это Второй Баттлфюри Будет Ну Вот это На самом деле Интересно Второй БФ Сразу Ну Разрезать Как-то Иллюзию Быстрее Что Ли Ну Типа Они Пока И так Не Ахти Эти Иллюзии И Ближайшем Будущем Что так Что так Большая часть Будет Большая часть Будет умирать Либо от Сенкинга Про каста Либо там Виверна Плюнет Ну Плюс Все это Вместе Ракета Плевок Виверны Какие-то Какие-то Касты Сенкинга Это все Будет Разваливаться Я не думаю Что тут Есть Конкретный Конкретная Цель Именно Иллюзию Убивать Прям Совсем Вмясо Это Может Быть Действительно Ошибкой Так У нас тут В миде Напали на Ванскора И Ванскор Умрет Или нет Чуть Чуть Не хватает Клонен Брейс Живет Флай Тут уже На подходе Может Спасти своего Тиммейта Ну вот Влетает Минус У нас Афонин же Быстрее всего Хотя Бкб прожимает У нас Квапа Уходит Подняли Наверх У нас Айсберг Айсберг Ну Айсберг Не в ту сторону Прыгнул Изначально В итоге Квапа Убегает Остальные члены Команды Тоже должны Наверное Убегать Нет Квапа Погибает Шторм прыгнул Прямо И на голову Упрыгивает В итоге Вот он Фантом Лансера Тут у нас Еще Метрим Минус И Также Минус Гадем Слушай Тут сейчас Все повмирают Пока что Только ПЛ остался И видят Ребята Оставшихся Будет У нас Дальше Преследование Ну и Нет Не связывают У нас А Не прошли По-моему Да Сирим Чейнз Да Скорее всего Не прошли А может И в кулдауне Были Кто его знает Хотя 8 секунд Ну вот он Второй БФ Появляется Ну Артас Уже летит Ну просто Боюсь Как бы Вот такие Маневры Со вторым Баттл Фьюри Потом не Вылились В Урсу С Даггером Если кто Понимает О чем я говорю Потому что Порой Та же история Была Когда-то С Энви И он После Нескольких Таких Очень Мощных Пощечин Когда он Проиграл Из-за своих Странных Билдов Он потом Перестал так Делать Он Достаточно Редко Сейчас Прям совсем Жуткие вещи Собирает В основном Все это В большей Или меньшей Мере Обосновано Ну Баттл Фьюри Тут в принципе Тоже В большей Или меньшей Степени Обосновано Мы только Что обсуждали Но Не знаю Возможно Тут же Либо Дейдалус Либо Даже Манта Стайл Возможно Был бы Более Эффективен Хотя Нет Манта Стайл Наверное Нет Но Дейдалус Мне Больше Нравится В этом Плане Так Ну Минус Т3 У Ашеров На центре Сразу же Отходит У нас Команда С Реджект Понятное Дело Пофармить Подпушивать Линии Которые Немножко Подпушили XT2 Ну И Ответочка Ташеров И Зайца Смог Будут Как-то Пытаться Кого-то Поймать Поймали Уже Флая Хотя Тут Еще Поймать Такое Ну Стяжка Есть Есть Шеклз Минус У нас Флай Не Ожидал Наверное Все Видеть Тут Всю Команду Ну И На Т2 По Центру Заходит У нас Команда Ашер Ван Скор Через Питер Бласт Убивает Крипов Иллюзии Ну И ставится Змейки Теперь Шадла Шамана Приходит У нас Артес Ратвес Особо Никого Тут Не задел На 102 В это Время На топе Пока Шторм Спирит Развлекается Скрипчиками Видишь Что К нему Прилежение Ага Он ТП Просто Отсюда Делает И Правильно Сделал Там Там БКБ На подходе Штормецкого Вот И с БКБ Его ловить Будет Пока Нереально Пока Нет Никаких Там Абисолов Или еще Что-то В этом духе То Нереально А что Тогда С таким Штормом Делать Или Что Же Шторм Будет Делать В таком Случае В таком Случае Он Может Совершенно Спокойно Пытаться Разбираться С разными Шадоушаманами И линами Ну То есть Просто Нажимаешь БКБ И Прыгаешь На них А Линна Там Шадоушаман Пусть как хотят Так и отковыриваются От этого шторма Поэтому У Лины Например Есть еще Юл Который Может Более Менее Помочь У Шадоушамана Есть Форстаф Который Тоже Как бы Может Немного Помочь Но Это все Относительно Зависит от того Насколько Шторм спирит На вас Зол И как Сильно Он хочет Вас Убить Сколько Вы Должны Да Прямо Пропорционально Зависит От этого Что 1900 Маны Он не поленится Лишний раз За шадоушаманом Форстаф Прыгнуть Например Так Плеводчик От Виверны Намекают На то Что Команда Цис Находится С левой Стороной От вышки А на самом Деле Они Вот прям За ней А Горец Вообще Уже С правого Фланга Зашел Но Не напали Пока Рошан Появляется Через 40 Секунд Так Горец Квапу Вроде бы Увидел Да Просветил Включает Батарейки Начинает Нарезать У нас Афонин Есть Витрокер Стяжка Опять же Хорошая Под стеночку Ну и Флай Должен сейчас Занимать позицию В принципе Прыгать Пока Никто не Поставляется Особо И Что же Одни будут сейчас Просто убегать Вторые будут Пытаться догонять Возможно Пару смертей Сейчас каких-то И будет Или все-таки Завяжется Кровавый бой Пока нет Пока Флай ушел Не ушел Только Шторм Спирит Опять этот Шторм Спирит Где-то гуляет И Все Артес убежал Флай убежал Все убежали Ванскор Возможно Улетит на ТП Шачло Кстати Нашел Флая Они так Рядышком бежали Некоторое время И Артеса тоже нашли Кстати Орхед Очень своевременный Но Отличный подсейв Стяжечка Очередная Горца будут тут убивать В итоге А не Артеса Или Артеса тоже Да Есть Хекс Есть Сеточка Есть еще пара плюшек Но тут Сенкинг Затрусил Шачло Почти дотрусил его До смерти Ну А там у нас Артес все-таки Погибает И Квапа успевает Уйти На 30 хп Там Квапа упрыгивает Ну Флай тут еще остается В принципе должны понимать Ребята что где-то тут Находится у нас СК Ну и Нашли Нашли СК Влетает на Сайзвер Боже С Базбом летел Ну там Террибл террибл дэмэдж Конечно Ну драйв хочет драться Понятно дело Хочет фраги иметь Флай копает Ну тут конечно же Сложно что-то будет делать Имеется хукшот у горца Возможно будет догонять Ого Попадает по Дарксиру Ну и что же Дальше начинает его нарезать Есть арчит у нас На Дарксир А Дарксир уходит Ну хукшот был конечно Очень крутой Так А куда у нас там Квапа делась Квапа у нас делась Пока на топ Пойдет сплитить Судя по всему И У нее уже на подходе Хекс Наверное Да Очень интересно то что Не покупает себе Догоним Как это любят делать У нас другие И товарищи Опять же Которые дают Очень-очень пуст Ну тут надо Просто не Наносить дэмэдж А нужно ловить Шторма и Эмбера И одного Шадоу Шамана Просто мало Он конечно хорошо Справляется со своей задачей Мы часто видим Вот этих овец Прыгающих Но Это обычно Одна овца А тут нужно Как минимум Двух пацанов ловить Тем более что Шадоу Шаман Имеет высокую Степень риска Умереть еще до того Как он даст екс Потому что У него ни гаста нет Ни юла Такого чтобы наверняка От шторма спрятаться Как мы уже говорили Форстав Можно просто не полениться Прыгнуть за ним чуть дальше И развалить его Тараско появляется У керри нового поколения Не верят Он просто Напросто В скаде Ну я не знаю Как по мне То артефакты В принципе Схожи по принципу действия То есть Только Тараско Это Полностью Вот если Есть там допустим 100% В В защиту Или в нападение То сердце Тараски Это как раз 100% В защиту То есть чисто ХП Статы Тем более На фантом лансере Потому что у него Основной атрибут Это не сила Так что ему От силы вообще ничего не идет Никакого дэмджа А скаде Это вот как раз 50-50 То есть Ты вроде и защитился А вроде и нападать Лучше можешь Очень удобная штука Так Ну вроде бы В лед там планируется Какой-то Вот Цисраджект В принципе Под вардом Там стоят Просто-напросто У нас ребята И Пошел флай Угу Тут станлины Спалилась Лина Еще лишний раз Спалилась В плане Шашло Будет ли прыгать Прыгает Получает Винтерскверс Есть Соник Вейв Летает В нас Айсберг Под БКБ Начинает Презать Саппортов Минус Нас Энкинг Минус Винтервиверна Погибает Также у нас Трастевич Очень больно Разрезает У нас Артес Ну дальше Горца Фокус От гор Получает Нас Да Лагуна Блейд Минус Нас Горец Ну и Артес Пытается как-то драться Против Фантом Ланцера Начинает его нарезать Особо там Дэмэджа не наносит У Айсберг Начинаются проблемы Нету У него БКБ В итоге погибает Мне Артес Остается тут Один Три Артес Реман поставил Не уходит Ну это минус пять Это фулл Файвмен вайп И такое чувство Будто были просто Не готовы к этой драке Цис Реджект И Хекс Сработал Вот И ой-ой-ой Какая свинья Да Все ее помнят Наверное Я тоже В первую очередь Ну Если просто смотреть На денежный эквивалент Этого замеса То тут Полный провал Для Цис Реджект Прям Катастрофический провал Потому что Очень много бабла В итоге появляется У Холл Рейзер Фантом Лансер У которого Только что Ничего не было Который только что Себе принес Тараску Уже имеет 1700 Сверху И может сейчас Собирать все Что его душе угодно Ну и вот Айсберг В принципе Все делал правильно То есть Шторм Он как раз Такой герой Который С лютыми керри Особо совладать не может Ну в силу Специфики Своего персонажа А вот как раз Суппортов Он очень жестко напрягает Он так и сделал Он нажал БКБ Как мы предполагали Влетел в Шадоу Шамана Развалил его Загнал там Лину в угол То есть Шорох навел Но не хватает Сейчас Дэмэджа От того же Эмбер Спирита Он там что-то стоял Я вот видел Как он на два раза Ковырнул этого Фантом Лансера Фантом Лансер Тоже посмотрел На эти два удара Развернулся И разбил лицо То есть Что этот Эмбер Сейчас может сделать Абсолютно Ничего И у Эмбера Появляется Митрил Хаммер О чем бы это могло Нам говорить Твои версии Ну тут версий Много Есть три версии Смотри Дезолятор Майл Штром И БКБ Боже мой Давай-давай-давай Я жду-я жду-я жду В принципе Дезолятор Наверное Будет покупаться Если два Battle Fury Есть То Дезолятор По идее Но опять же БКБ нужно Понимаем Это прекрасно Без БКБ Тут мало что Смож Ну уже да Уже без БКБ Действительно тяжело Потому что Квопа Хекс Дотарила себе Уже давненько И Она просто прыгает Просто Афцирует И Команда просто Моментально подключается И убивает Так На Т3 Заходит у нас Команда Ашер По топу Начинает Ашер пинать вышку Бэкдор Конечно же Работает Здорово Уставятся змейки Подходят крипы Тут Тавр очень-очень быстро У нас Просаживается Минус У нас Т3 Дальше Баракели будет Да Будет ломаться До конца Играет Назред Опять же Эггис У него имеется Ну и хочет Понятное дело Весь дэмэш Конечно же Получить Да Ну вот в итоге Прожимается глиф Змейки умрут И здание Останется здесь Целое Потому что Я хотел пошутить Про это Но Теперь Квапа Виновата Ну ладно Сейчас мы посмотрим Чем тут все закончится Я расскажу Почему она виновата У нас тут пока Дред почти погиб Хорошая стяжка Стеночка Шторм Спирит Попрыгал Пытался забрать шашло На него отлично Влетел Клакверк Пошли Коги Квапа накричала На Ванскор Ванскор скуглился Флай Ковыряются Все в БКБ Никто ничего кастовать не может Это просто бесполезно Артес там тоже что-то бегает Пытается сносить демеджи С руки Можно нападать на какой демод Там Денай я видел И Фантом Найсер где? Он должен сейчас убивать людей По идее Хорошая подкопа Цанкинга Как же качественно И в итоге П.Л. умирает Жесть Но все-таки отбились Все-таки отбились Со своего хайграунда Потеряв сторону Но отбились Так вот Почему Квапа была виновата Потому что Как раз Квапа пришла И Знаешь Типа такая Блин Блин, Дредух, там Касп коментит, ты не тот барак бьешь. Да ладно, прорвемся. Да не, надо вот этот бить. А в итоге как раз не хватило там тех четырех ударов, которые Квапа нанесла франжевому. Их не хватило в милишной изначально. Поэтому вот этот второй заход и состоялся в итоге. Но ничего страшного. Сторону забрали. Забрали, обделавшись легким испугом. Без, в принципе, серьезных потерь. Если только сейчас не придется байбеки делать. Вот в чем. Гадема тут пытается подцепить. Флэп получает на стан. Гадема, есть Лагуна Блейд, можешь на развороте попытаться выдать. Шадоу Шаман подходит сейчас. И Флэй, отлично, копнул сразу же двоих. Стяжка теперь не играет никакой роли, потому что Гадем будет умирать. И да, так и происходит. Шадоу Шаман ставит змейки. Есть Хекс. Будет ли сеточка? Сеточка! Говорит, сюда иди, Шторм Спирит, я тебя буду сетку ставить. И Шторм улетает. Погоня также у нас идет за Артасом. Кири нового поколения. Хочет драться. Есть у него Дуппельгангер. И он продолжает преследование за Артасом. Но гоняться за Вембер Спиритом это такое себе занятие. А вот Шторма догнали! Как бы это странно не звучало. Мана, видимо, закончилась. Да, ну и Артаса еще видят. Опять же Артас. Артас, Артас. Как же ему больно. Очень больно. Да, просто замутузил он этими копьями его. И теперь по миду дальше заставлять делать байбеки, наверное. Два своих как бы сделали. Надо заставлять делать противника байбеки. В принципе, ЦС Реджект хотели как-то развести на байбеке всех. Развели. Ну, да. Правда, они хотели Баррд как бы врываться в сторону. А, не в сторону. Ворвали, кстати говоря. Что-то я вообще не заметил ничего. Не, они вроде бы все сделали нормально. Но сейчас они сами могут попасть в эту зону риска и начать делать байбеки. Правда, двум парням осталось сидеть в таверне всего ничего. Но Эмбер Спирит это немаловажный такой товарищ. Денежки у него есть. Улдауна у него нет. Так что можно делать байбек. Там на топе крипы уже поломали рейнджевой барак. Почти поломали поправочка. Так, и что, ждать тогда следующего Рошана будут? Получается, да. Получается, да. Еще Баттерфляй сейчас прикупит себе у нас Дред. Дофармит. Тут же Вазгвард готовится у Папы, я вижу, да. Рецептик уже есть. Еще остается Altimeter. Ну да, плейтмейл также имеется на руках. На графике, конечно, уже совсем типа близкие. Но это как раз потому, что очень качественно отбились Цис Реджекс и заставили сделать байбеки. Ашеров. И... И... Ставится Сентряк. Долго думал о Готдем. Не стал поднимать им на Юл. Хотел дать стан. Под предлогом того, что не видел Сенткин, как он будет давать стан. Но СК прочуял. Так вот, у Артеса БКВ есть. Два Баттлфюри есть. Дальше что? Сейчас, третий Баттлфюри. Ты так всплакнул. Я считаю, что это реально возможно. Начнем с этого. Вначале просто мы обсуждали, что Артек должен показывать всю мощь свою. Ну, пока... Не, он вроде бы и показывает. Ну так, смешанно. Старые подвиги пока еще помнятся. Ты знаешь, вот если мне сейчас дать комментировать игру МССа где-нибудь, я думаю, я просто сгорю в мясо. Потому что я помню его игру на Интернешнл. Или последнюю, в принципе, игру на моей памяти его на профессиональной сцене. Ну, он там вернулся сейчас вроде бы с кем-то играет. У них там какой-то микс американский. Но я вот про ту последнюю игру, когда они играли, кажется, там, то ли с Моус Спортс, то ли еще с кем-то. За выход из группы, из первого этапа, вот во второй на Интернете. Все, последняя игра, все решается. Шестислотовый антимаг без башера. И шестислотовый антимаг просто бегает пешком за людьми, пытается их бить. Типа, какого хрена? Ну, ладно, это былая боль. У меня сегодня какой-то день боли. Сегодня вспоминаю всю самую боль. Дотерскую. Да, ну, возможно, скоро эта боль закончится. Послужно и нет. Все, уйду в Хардстоун окончательно, ты имеешь в виду? Или что-то в этом духе? Там еще, наверное, больнее, если не нравится. Там порой, да, порой там, конечно, совсем горит. Там больше горит просто потому, что там больше рандома. Потому что в доте ты в основном горишь из-за, ну, либо рукожопов, либо из-за того, что ты рукожоп. Там горишь просто из-за того, что при 95% ты проигрываешь. Так, у нас тут какое-то было странное нападение от Флая. В итоге Дреда догнали, но очень серьезными усилиями. И хорошо поймали Айсберга. Айсберг минус. Есть у него байбэк, нужно делать байбэк. И сейчас полетит. Прямо сюда летит Шторм Спирит. Наносит много дэмэджа. Там стяжка, стенка, так же замечательная. Эмбер вроде бы наносит какой-то дамаг. И вроде бы кто-то умирает, но умирает пока что Виверна. И кажется, кажется, отбиваются. Да, вынужден убегать сейчас Дред. Но вот Дреда хороший, между прочим, регентом. Сто хп в секунду. Можно развернуться, было бы даже попробовать повоевать. Ну, дерись, дерись, как мужик. Нет маны, просто поразвернись, дерись. Как мужик. Дредуха. Ну, хосту пошел, подобрал. Там просто квапа сейчас в Соленова всех развалит. Вот в чем дело. Минус лайпа, двоим там станчик попадает. Гадема, минус Айсберг опять. Стяжка отличная. Двоих кокис открывает себе горе от своих тиммейтов. Ну, и Андрос Перид. Один остается. Ну, вот. Баттл Фьюри не спасает здесь. Да, второй БФ, он дает хп и вейженов. Ну, там живучести примерно столько, сколько и первый. То есть ноль. Так что, тут действительно. Ну, вот байбек был от Шторма. Все это мы прекрасно понимаем. Его еще минуту не будет. Две тысячи в минус ушел в итоге Шторм. Ну, это минус вторая линия. Опять же, есть байбек у Андрос Перидта. Ну, все равно, да. Все равно, все равно сторону потеряют в любом случае. Не думаю, что... Ну, Эмбер сделал байбек, но вот тогда, когда... Все, сторона уже снесена. Что за фигня происходит, чувак? Какого черта? Зачем нужен был этот байбек? Лев проезжали, подходят иллюзии. Ну, иллюзии сейчас просто добьют, наверное, быстрее всего. Цепанули у нас... Нет, не цепанули драда. Драд уходит. Просто отвлек на себя внимание, чтобы на него сагрились. Да, вообще, стоит отметить игру Goddemo в этой драке, потому что он просто на мужика сыграл. Вот, просто на мужика. Встал, вот в стойку, дает станы налево-направо и валит с руки. Типа, вообще, в виду имел то, что там какие-то шестислотовые пацаны бегают, ему вообще по барабану. Он просто стоит и валит. Так, на топе у нас в итоге... Ой, на топе, посмотри, какие сладкие... Какая сладкая линия идет, как много денег. А где же чувак с двумя Battle Fury? Почему он не пришел фармить? У него телепорта нет. Я понял. Ну, Альберг расправляется, 3000 сразу получает. Ну, надо покупать что-то. Что-то покупать, нет у него байбека, надо как-то реализовать деньги. Во что-то вложить. Инвестировать? Да. Ух, тут Ванскор просто отхватил баш и умирает от Сониквейва Квапы. Горец ловит Хекс. Квапа просто упрыгивает, стяжка на хайграунд. Но Артес, конечно же, отсюда слезет. Горец пытается убежать. Там есть гем у Шачлой, он просто бежит за ним. Ну куда, ну куда, ну стой. Постой. Ты шлак вверх. Тут Квап есть, подтягивается к слайм. Джукинг, мастеров джукинг. Тут, кстати, вот, а из-под Хекса джукинг немного сложнее. Хотя, тут сейчас в ответочку нападают на Шадоу Шамана. Тут будет сейчас нападение в ответочку на нападение. Так, вот Дэм. Дзинь. БКБ-шечка топовая. БКБ-шечка от Флай. Уворачивается он так же. А демиджер сегодня у Годема две ульты точно заивейдили. Не знаю, будет ли еще. В итоге еще одна стяжка. И минус. Флай. Слушай, Годем там по-прежнему живет. Закрывает лину у нас. Лина у нас дынается. Ну и что же. Шач-слот просто тоже стоит. Ну и смотрит на это все. А где, собственно говоря, керри нового поколения? Вот он на нижнюю линию наконец-то пришел. Сейчас пойдет давить. Там просто база уже плотно начинает гореть. Еще, конечно, не критично, но... Да, сверху очень много крипов снизу подходит. Да, да. Какая пачка. Ну вот сейчас можно. Можно очень серьезно будет просесть. Если там упустить момент, то вот эти все статуи, они очень быстро попадают. И крипы начнут месить Т4. Артес. Колден Брейс. Сейвят. Но мана очень жестко сгорает. Просто сгорает мана у Артеса. Не может он пока никуда тут ныкаться. И... Что? А потратила Виверна? Этот. Ульцевый. Да, Винтерскерс. Минус Виверна. Все. Наверное, ГГ. Ну, а мега крипы, но тут уже ничего не светит. Опять же, два Battle Fury есть, но это тяжело дефать. Очень тяжело. Пытается еще как-то подраться, что-то как-то вырулить ситуацию, но не помогает никак это. Да, и в итоге счет становится 1-0 в пользу Hellraiser, насколько я понимаю. Не думаю, что сейчас что-то произойдет настолько феноменальное. Например, все умрут, а Фонтан всех расстреляет, начнет рикошетить по всей карте и убьет вообще всех. Хотя, это же Reborn. Я бы не удивился, если бы что-то подобное произошло. Просто пауза. Да, ну, собственно говоря, пока еще поздравляет Hellraiser срано. У них еще тяжелый бой. Им еще нужно выиграть одну карту, так как это БС-103 серия. И я думаю, что мы будем сразу же уходить на небольшую рекламно-музыкальную паузу, после которой вернемся, друзья. Так что далеко не разбегайтесь. Увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. И рамочка, естественно.